доброе утро дорогие друзья без пятнадцати семь и я стою начинается мой день открываю балкон смотрю какой сегодня день ну немножко тучек есть на небе но думаю что день будет солнечный дорогие друзья меня зовут элеонора ким я живу время я не блогер я этот ролик снимаю по просьбе моей дорогой подружки кати из кенчана терми кати конечно она очень известный блогер она очень талантливая я обожаю смотрите ролики и по ее просьбе я снимаю завтрак готов для моего младшего сына сейчас пойду его будить его зовут андрея внучиться старших классах общеобразовательной школы извиняюсь за речевые недочеты если делаю какие-то ошибки и говорю неправильные слова извините меня пожалуйста я не профессионал я не блогер делаю этот ролик по просьбе моей подруги кати она профессиональный блогер и самый популярный блогер ну все иду будить андрея и потом мы поедем школу которая находится в соседней машинка и мы едем в школу день очень солнечный вот мы уже спускаемся там и андрея движая за и нот до стра синистра и поехали вот это наша улица на которой мы живем вот этот маленький магазин супермаркет где я делаю покупки детского андрея приехали в бар позавтракать правда я уже дома позавтракала так что это мой старый завтрак и я очень вкусно это капотино это не третья меры ночи вот такая шутенка по переводе третья меры ночи это козиска медом и калетами вкусное вкусное пусть немножко потеплеет капучино раньше стоила 1 евро 10 центов сейчас стоит 1 евро 20 центов подорожало немного лимоны растут на дереве ну вот друзья как я обещала Кате что я сегодня пойду на наш рынок у нас в нашем районе есть постоянный фруктово-овощной рынок который работает каждый день вот у меня такая же тележка как у Кати правда немножко деформированная старенькая очень потому что я в этой сумке на колесах возила портфели школьные моих детей когда их провожала в школу в начальную вот портфели всегда были очень-очень тяжелые я им помогала выход из нашего двора калитка которая закрывается на ключ сейчас я ее открою кивдьямоль канчелло вот друзья я вышла из нашего двора и направляюсь в сторону нашего рынка и по нашей улице вот это такая типичная римская улица в обычном римском жилом квартале это наши магазины ну это очень дорогой магазин здесь все только фирменные вещи продаются вот вот здесь аптека в этой деревянной будке делают там паксы на палках как говорит Катя вот там находится наш рынок это я на рынок вот смотрим цены яблочки 2 евро апельсины тоже наверное 2 груши 2.50 вот вот здесь я обычно покупаю фрукты вот это мой фрукти вендола так называется торговец местами а вот это сидит мой телезритель который он меня узнал и спрашивал почему у меня давно нет на передаче я сказала что у меня сейчас отпуск 2 евро апельсина 2 евро ландарина 1 евро 50 апельсина горошек стручковый 3.50 сейчас клубника не знаю сколько банана не знаю сколько потом спрашиваю цены невысокие а вот здесь всякая зелень и овощи а сюда потом подойдет двух сортов и яблоки двух сортов сейчас спрашиваю сколько стоит клубника вот это а это 15 капитана венгон фрагов фрагов 2 евро в час и 8 евро а это 2 евро за 7.40 я заплатила клубника пока не купила подошли, когда подошли. Баклажаны 2 евро. Артишоки стоят 1 евро. И 80 центов. Другой сорт. Комидоры. 2,5 килограмма. Уже вся обрезанная там с таких корешков. Сеньора мне разрешила все опубликовать. Вот все цены. И поэтому я снимаю с удовольствием. Я делаю вот эти маленькие помидорки. Покупаю артишоки, которые евро за килограмм. Вот эти помидоры. Пакину называют. Таким маленьким. Я очень люблю. 3,50. И покупаю вот эту капусту. Не знаю, как это называется. Это броккола. Это тоже очень вкусно. Куплю себе вазочку с базиликом. Вот сажу на балконе. Вот я у них уже много лет покупаю. Я тогда вообще купила вазочки землей, так же базилик. Я посажу на балконе. Вот артишоки. Сегодня приготовлю. Мы с мужем их очень любим. И мне сказали продавцы, что это все, все итальянское. Это все растет в Италии. Поэтому поддерживайте наших крестьян. Покупайте только итальянское. Сына в школу проводила. Позавтракала в баре. Сделала покупки на рынке. А сейчас пойду, зайду в нашу церковь. Сан-Джованни Леонарди помолиться и поблагодарить за спокойно прожитый день. Зайду в церковь и помолюсь за нас всех, за семью, за друзей и за мир во всем мире. Уже розочки-то с цветей. Какая прелесть. Сан-Джованни Леонарди помолюсь за мир во всем мире. И чтобы победила справедливость и добро. Помолимся так же и подрепью. Добро должна победить. Так всегда было и будет. Вот здесь такие оранжевые цветочки расцвели. Очень красивые. Вроде бы они по-русски называются ноготки. Но я не уверена. А вот это деревце называется калистемон. Калистемон. Не знаю, как ударение. Но у меня такое росло на балконе. У этого растения такие цветы красные в виде щеток. Они похожи на щетки бутылочные. Вот. У меня такое очень... Два года, наверное, росло и цвело на балконе. Но потом мы, когда уехали на каникулы на два месяца на море, то моя дочка не успевала его поливать, и он высох. Так жалко. Но у нас во дворе такие растут. Они пока еще не расцвели. Когда расцветут, будут прям настоящие щетки. Ёршики. И вторая церковь в нашем районе. Тоже очень рядом, близко, около дома находится. Наша вторая церковь в нашем районе. У нас их три. Весна, весна на нашей улице. Деревья в цвету. Ну, как это красиво. Как мне нравится это время года. Когда все расцветает, природа оживает. Вот. Жить столько и радоваться. Это еще одно цветущее дерево на нашей улице. Желтенькие цветочки растут. И вот я уже в нашем дворе. Вижу, мой муж стоит на балконе. Это кактусики растут. Чао, Ринато. Чао. Вот он. А вот здесь такие маргаритки выросли. Какие красивые. И синенькие цветочки. А это маргаритки. Уже весна. Ура, ура, ура. А это что за цветочки? Фиалки, что ли? Фиалки. Точно. Уже пчелы летают. Вообще-то пчелы у меня и зимой летали на балконе. Смотри, в нашем дворе тоже цветочки выпустил. А мой на балконе еще без цветов стоит. Как это так? Это наши дворовые котики. Кокко и Чичо. Кокко совсем молодой котик. А Чичо уже старый. Он давно у нас уже живет. Уже более 10 лет. Кокко. Чао, Кокко. Чао. Отчет. Это то, что я сегодня купила на рынке. Аперсины двух сортов. Помидоры Пакино. Артишоки. Вот это вот. Не знаю, что это такое. Не знаю, как это по-русски называется. Потом у Катя спрошу. Яблоки. Вот эту капусту цветную. Это броккола называется по-итальянски. И вазочки растения базилика. Потом пересажу в другой горшочек. Будет у меня базилик расти на балконе. Вот за это все я заплатила 17 евро. Не знаю, я сэкономила или нет. Но мне кажется, цены на фрукты и на овощи на рынке точно такие же, как были и раньше. Вот. Так что спасибо, друзья, что просмотрели мой ролик. Еще раз я повторяю. Я не блогер. Я не профессионал. Ролики, которые у меня на канале, это просто такие чисто любительские. Но если кто-то хочет их смотреть, поэтому добро пожаловать. Я всем рада. Вот. Ну и выполнила я свое задание, что обещала Катюше. Катюше снять такой ролик про мой обычный день. И про покупки на рынке. Пока-пока. Всем счастья, мира и добра. И до скорой встречи. Привет из Рима от Эляноры. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...